На встрече с руководителями краевого дорожного строительства Андрей Тарасенко потребовал четко назвать те участки дорог, которые до сих пор не восстановлены после паводка. Жители полуострова Песчаный жаловались, что сложно будет проехать во Владивосток сейчас, когда закроется навигация. До сих пор 20 километров дорог по краю восстановлены частично. Страдают жители сел Ольгинского и Лазовского районов. Какие остались участки? Остались участки по дороге Раздольная-Хасан. Сколько километров? Всего осталось восстановить порядка 20 километров. Именно до норматива, то есть проезды по ним есть до норматива. Мы работаем на тех дорогах, просто там большой объем дорог. Мы должны зафиксировать, заактировать, то есть все проехать дороги и увидеть. А потом уже определять, что первое очередное, что после очередного. Сразу после доклада руководителей профильного департамента Андрей Тарасенко побывал на предприятии «Примавтодор» и пообщался со специалистами, ремонтирующими краевую сеть. Тут стоит вспомнить его слова о том, что лучше воспользоваться малой авиацией, чем ездить по приморским дорогам. Не менее проблемной остается тема моногородов. Так, Лучегорск без расширения угледобычи не может выполнить свои социальные обязательства в полной мере. И вот губернатору доложили, что впервые за долгие годы в Лучегорске начинается разработка неосвоенных участков угольного разреза «Лучегорский-2» Бикинского месторождения, что позволит обеспечить работой местное население и закрыть потребности энергогенерирующих компаний «Приморья», доведя объемы собственной добычи до 5 миллионов тонн угля в год. Разговор с работниками главной топки края своевременен. Холода не за горами, поэтому в плотный рабочий график губернатора отдельным пунктом было вписано совещание по подготовке к отопительному сезону. И еще о топливе, теперь автомобильном. Во время встречи Андрея Тарасенко с главой Росстандарта Алексеем Абрамовым говорили о качестве бензина и дизеля. Агентство создает в крае независимую государственную лабораторию, которая будет выявлять некачественный продукт и изымать его с рынка. У всех автолюбителей есть памятные случаи, когда машина буквально чахнет после заправки на конкретной колонке. И эроглонас тоже должна оставаться на контроле. То, что касается установок вот этих тревожных кнопок «Глонас» на автомобилях, понятно, что там много задействовано организаций и специализированная организация, которая занимается производством этих кнопок. Просто, мне кажется, наша задача – это не допустить каких-то социальных негативных волнений. Но готовность большая в этом направлении уже. Поэтому, я думаю, были у нас там небольшие задержки. Но самое главное, чтобы не было дефицита. И все же самое важное для края – это специалисты. Кадры, которые заменят старшее поколение в промышленном секторе. Об этом временно исполняющий обязанности губернатора сказал на торжественной церемонии посвящения в курсанты МГУ и Дальрыпфтуза. В Приморье развернута целая система судостроения. Все верфи сегодня отданы рыбакам. Создаваемый флот нуждается в молодых судоводах, механиках, технологах. И задача властей – сделать все возможное, чтобы они строили карьеру в родном регионе. В силу своей предыдущей производственной деятельности новый глава знает регион, где портовое хозяйство играет огромную роль. Поэтому готов помогать тем, кто вложится в морскую составляющую. На встрече с Россельхозбанком Андрей Тарасенко предложил инвестировать на льготных условиях те компании, которые готовы строиться в крае. Мне нужно, конечно, чтобы вы посмотрели сельское хозяйство. Мне нужно здесь, чтобы свои были птицефабрики. Раз. Животноводство здесь мне очень важно. Поэтому мы сейчас подготовим все вот эти возможности, кто, как сделать. И будем обращаться с вас, чтобы вы субсидировали, финансировали это все, и мы будем развивать вместе с вами. Спортивная общественность также пришла познакомиться с новой властью. Руководители клубов «Луч Энергия», «Адмирал», «Восток», «Федерации парусного спорта Приморья», «Бадминтонного», «Баскетбольного» и «Волейбольного» клубов рассказали главе региона о своих достижениях и проблемах, назвав и финансовые долги в 248 миллионов рублей, и сложности с тренировочной базой, и с содержанием стадионов. Андрей Тарасенко сказал, что готов способствовать привлечению титульных спонсоров, но при одном условии. Я знаю, что это всегда трудность большая в спорте, необходимость есть, но находя эту необходимость, надо всегда понимать, что любой спонсор хочет каких-то достижений, чего-то такого, чтобы у него, как говорит, я, говорит, успешный менеджер, но давать деньги, при том, что нет выхода там, нет каких-то результатов, не хочу. С момента назначения нового губернатора прошло полторы недели. В своем первом интервью Андрей Тарасенко предложил подводить итоги не раньше 100 дней на новом посту. Последуем совету и подождем первой отдачи от, в общем-то, ожидаемых в Приморье решений нового руководителя региона. Максим Яковлев, новости на восьмом.